Во всех школах России прошли линейки, посвященные началу учебного года. День знаний состоялся и в православной школе Кургана. Но здесь праздник был особенным и долгожданным, ведь школа переехала на новое место и начала учебный год с молитвы с правящим архиереем. Как ранее отмечал исполняющий обязанности главы региона Алексей Кокорин, православная школа – это духовность, нравственность и воспитание подрастающего поколения. Только духовно-нравственный человек может создавать будущее за Уралием. Первый раз в новый класс. Накануне учебного года единственная в регионе православная школа сменила место прописки. С этим событием и, конечно, с Днем знаний, ребята и учителей приехал поздравить архиепископ Пурганский и Шадвинский Константин. Владыку встречали как дорогого гостя. Сентябрьские букеты, белоснежные банты и костюмы с иголочками. Ученики православной школы ничем не отличаются от сверстников и светских школ внешне. Разница в том, что кроме основных школьных предметов они изучают закон Божий. А ты в какой класс перешла? В второй. О! Учиться хорошо. Учиться хорошо, значит, говорит Владыка Константин, учиться быть сильным духовно. Не случайно новый учебный год в православной школе начался с особого молебна. Священники во главе с архиепископом молились, чтобы в процессе учебы дети укреплялись духовно. Прославлят пресвятое имя Твое и будут наследницей царствия Твоего. Чистое знание по любому предмету, без опоры на духовные качества, не в силах сделать человека успешным, любимым и счастливым. Когда человек отдает себя, тогда он приобретает гораздо больше, и он становится счастливым. И вокруг такого человека образуется поле счастья. Первая в регионе православная школа начала восьмой учебный год. Своего помещения у нее пока нет. Первые годы она размещалась на базе школы номер 32. Сейчас по распоряжению Департамента социальной политики Кургана арендует два класса на первом этаже школы номер 10. Десятая школа второй год входит в число лучших школ России. Это оказалось немаловажным при выборе для православной школы нового временного жилья. Это обеспечивает и высокий образовательный уровень, и инфраструктуру, и все то, что необходимо для полноценного педагогического процесса. Перед первым уроком Владыка Константин окропил святой водой каждого ученика и осветил классы. Перед первым уроком Владыка Константин окропил святой водой каждого ученика и осветил классы. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...